Реконструкция бою по вызволению Гомеля в 1943 году разгорнула селе Волтовского озера Калялядового палаца. Место для проведения мероприемства брали Невопадково, минавито тут. 72 годы тому наступали 96-е и 217-е стрелковые дивизии Советской армии. Реконструкторы постарались максимально докладно передать дух этих военных часов. На лодках они переодолили водную пирожкоду так, как это отбывалось 25-го листопада 1943 года. Напередать невозволение Гомеля от немецко-фашистских захопников. Укрепления были сделаны по историческим чертежам. Сымитированный именно немецкий берег, та сторона, которая была занята именно немцами, наш оккупированный город. То есть это сторона Сажа, которая находилась со стороны Гомеля. А с противожной стороны, с той стороны, мы имитируем тот же берег, который был занят Красной армией, со стороны ветки этого направления. Здесь события рассматриваются с 10 ноября по 25 ноября 1943 года. У имитации битвы была задейничная пиротехника, стронковая зброя другой созветной войны, обмундирование, специально подрихтованные окопы, ретро-техника и иншие войсковые атрибуты. Гучали автоматные шерги, залпы гармат, разгорнувся рукопашный бой. У сего реконструкции военных деяний уприняли уделка ляста процентовников разных исторических клубов Беларуси и России. Организатором мероприемства выступил гомельские горвыканкам, активно подтримали его так саморозные городские службы и установы. Инициатором и главным идейным натхняльником масштабного патриотичного действия стало военно-историчное клубное объединение «Гонор Мондира». Клуб у нас международный. У нас из Украины, из России, из Беларусь. Но Беларусь, именно гомель, основатель этого клуба нашего, часть Мондира. И вот мы собираемся все, ездим на разные мероприятия. Брест, Москва, Санкт-Петербург. Да, большая география мероприятия. После того, как формирование ворога были захоплены и над окопами советские солдаты узняли червон истях, Удельники реконструкции в память о воинах, которые загинули в ходе боев по вызволению Гомеля, спустили на воду символичный вянок. Его прадед, мой дед, участвовал в освобождении, Кутепов Сергей Игнатьевич. В ветку освобождал, он был артиллеристом. На 21-миллиметровой пушке он воевал. У нас дошел до Кенигсберга, войну закончил и участвовал в параде победы. По закончении мероприемства все жадают, что имели махшимость сфотографоваться с реконструкторами ретротехникой и иншими военными атрибутами, выкористанными оформлении имитации боевого деяния. Яны так само могли доведаться больше про падеи и людей, дякуючи, яким отрымалась отвоевать незалежность города Гомеля, а разом с тем подарить свободу житию и будущую наступным поколениям.